Ссылка на завершение Данная логическая ошибка совершается, когда истинной признается та точка зрения, которая ведет к скорейшему завершению дискуссии. Такое согласие с недоказанным выводом, лишь ради того, чтобы поскорее достичь результата, каков бы он ни был, может также рассматриваться как частный случай ошибок ссылка на желаемое или ссылка на полезность. «Поспешишь, людей насмешишь», — гласит народная мудрость. Лишь тщательный анализ тезиса в свете критериев истинности суждения поможет избежать ложных выводов. Ведь скоропалительные необдуманные решения чреваты не только смехом со стороны окружающих, но и проблемными последствиями, как правило, необратимыми и зачастую весьма серьезными. Тем не менее, стремление к быстрому результату весьма распространено. В частности, в следственно-судебной практике, когда хочется как можно скорее, отчитаться о закрытии дела. Но Писание предостерегает как от скоропалительных следственных решений, так и от надежды на таковые. «Чяжбу, которую я не знал, разбирал внимательно», — свидетельствует праведник Иов, книга Иова, 29-16. «А мудрец предупреждает, не вступай поспешно в тяжбу, иначе что будешь делать при окончании, когда соперник твой осрамит тебя?» Притча 25-8. Именно такая поспешность была проявлена в суде над Иисусом. Вопреки требованию закона, слушание дела не было отложено до утра. «Несмотря на поздний час, привели Иисуса к первосвященнику, и собрались к нему все первосвященники и старейшины и книжники. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. Ибо многие лже свидетельствовали на него, но свидетельства сии не были достаточны». Евангелие от Марка, 14 глава, 53, 55 и 56 стихи. В итоге из всех возможных обвинений было выбрано то, которое позволяло как можно скорее устранить причину раздражения. Сегодня в богословских дискуссиях, когда руки братьев уже тянутся за камнями или хворостом, финальным аргументом зачастую становится, «Да ладно вам, на спасение же это не влияет». Ну что ж, если суть дискуссии была в этом, то ее и начинать-то не стоило. «Ведь спасение от Господа по благодати, так что на него вообще ничто не влияет, и наше мнение на нем никак не отражаются. Ибо благодатью вы спасены через веру и сиение от вас Божий дар». Послание Ефесянам, 2 глава, 8 стих. «Оно не от догматики и не для догматики, и не от дел, а на дела». 2 глава, 9 стих и 10 стих. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова